всех приветствую мои дорогие друзья сегодня на ужин я готовлю жаркое по-домашнему жаркое классическое без всяких придумок без лишних ингредиентов но это будет очень вкусный продукт блюдо очень вкусное я взяла мясо у меня грамм 700 мяса у меня свинина вы можете брать любое мясо которое вы любите или которого съесть в холодильнике вообще лучший вариант это говядина и свинина для жаркова также нам понадобится вот я картофель почистила с килограмм картофеля у меня на это количество мяса луковицу я беру такую хорошенькую потому что лук вкус придаст очень вкусный нашему жаркову морковочку пару лаврушечек несколько горошков черного перца столовая ложка томатной пасты пасты хорошие ребята очень зависит от качества продуктов любое приготовление вы можете рецепт посмотреть у любого ас повара шеф повара который будет что вкусно приготовлено но вы возьмете ингредиенты которые некачественные которые не свежие ли которые вообще какая-то подделка вот частности я хочу сказать о томате мы с нашей семье да и многие не знаю пользуемся только цинказ паста натуральная натуральная возьмешь не хочу другие обидеть государства либо фирмы вы знаете пасты томатные один крахмал там ни цвета нет ни консистенции нет ни аромата томатного нет поэтому если вы возьмете уже некачественный какой-то продукт будь то мясо будь то лук замороженный будь то картофель это замороженный да любой и томат один ингредиент будет не должного уровня не того качества все блюдо будет испорчено поэтому я заостряю внимание на томате что томат должен быть хорошим соль беру я свою морскую и у меня есть для говядины специи для мяса говядины но я использую для свинины и растительное масло целом 400 миллилитров воды нам понадобится для чего сейчас мы в казанке нагреем растительное масло до горячего состояния кипящего мясо разрежем на порционные кусочки и отправим мясо должно в горячем масле быстренько все это взяться корочкой такой красивой чтобы внутри мясо было сочное не высохшее если вы будете на медленном огне жарить любое мясо оно просто будет отдавать свою влагу это будет сухарь а не вкусное мясо мясо мы обжарим хорошенько до нужного нам цвета до нужной корочки затем мы сюда нальем 200 миллилитров воды в казан чтобы мясо еще протушилось до мягкости до испарения воды когда вода в казанке с мясом испариться мы добавим туда нашим кованный лук и обжарим лук с мясом еще хорошенько тоже обжарим затем добавим туда морковь все когда морковь с луком все это обжарится отправим туда томат томат отправим пережарим его отправим картофель специи ну я мясо когда будет жарится мясо на на сразу мы отправим вот эту специю и посолим картофель когда мы загрузим в казанок заливаем опять еще 200 миллилитрами воды и все это будет потушиться до готовности картофеля при подаче можно присыпать зеленью зелень такая у нас актуальная да и более употребляемая это укроп и петрушечка пожалуйста замороженную свежую но результат когда будет мы увидим да так ничего не забыла сказать о продуктах о всех сказала извините мне машинка как всегда стирается полной тишины нет и так я буду ставить казан с маслом и нарезать мясо и так масло наше нагревается уже нагрелась давайте мы отправим сюда мясо вот мясо я нарезала такими кусочками осторожненько настоя наше мясо там шкварчит обжаривается можно подготовить овощи нарезаем лук блюдо где который долго тушится не обязательно мельчить лук он проварится и так хорошо но все таки крупно не будем его режеть есть блюда которые там на селом тяне лук режется ну это у нас этот вариант может некоторые задаются вопросом что я готовлю такие элементарные блюда но я готовлю вернее снимаю то что готовлю для семьи своей ну и когда какой-то праздничный будет повод будем что-то готовить более изысканное может быть но я знаю по себе что многим хозяйкам молодым добывайте опытные хозяйки что-то не так может сделать не так получается какое-то блюдо и посмотреть не мешает на просторах интернет я смотрю много женщин моего возраста делится своими знаниями кулинарными способностями потому что потому что все таки мы уже сколько лет на кухне готовит и стараемся и стараемся чтобы эти блюда были вкусными для наших близких молодежь старается что-то изысканее приготовить придумать какие-то блюда но мы повседневно ничего будут у нас изысканные тоже блюда на канале морковь мелко резать не надо так на такие брусочки нарежем морковь это вот на такие брусочки режем морковь так ну я буду резать картофель вернее зарежу сейчас морковь порежу картофель не буду время занимать лишнее у вас картофель я вот порезала такими брусочками ни крупными ни мелкими картофель у меня готов овощи тоже морковь и лук порезаны сейчас посмотрим что там наше мясо обжарилось ли за окном вот такая погодка у нас стоит пока мое мясо жарится обзор пейзажа за окном сироток небо такое унылое но воздух свежий вкусный скоро тополя покроется легкой зеленцой будет красота у меня вон помидорчик цветет уже комнатный яранька цветет это у меня перчики тоже комнатные ну вот мясо я обжарила до такой до такого состояния нормально все больше я его не буду обжаривать перси никакие я еще сюда не отправляла сейчас я сюда налью вот у меня приготовлена водичка 400 миллиграмм миллиграмм миллилитров половина я отолью для мяса половинка еще половинка и пусть наше мясо теперь тушится под крышкой до испарения воды так водичка испарится мясо должно быть уже мягкое готовое напоминаю что у меня свинина она все таки меньше варится по времени и так закрываем крышкой наше мясо все так все водичка наша испарилась я отправляю сюда лучок морковь пока не отправляем ну если пару кусочков попадем сейчас у меня вместе в одном блюде ничего страшного так все лучок отправили морковь попозже все сейчас надо чтобы хорошо пережарится лучок лучок пережарится отправлю морковь и специи все отправлю и жарится так ну что лук у нас все уже обжарился я отправила морковь сюда на этом этапе я сейчас отправлю сюда и специи специи как я говорила у меня только вот будет соль морская с приправами пила а с приправами так и так тут достаточно трав и я еще все таки немножко отправлю совсем совсем немножко для мяса приправы тут перчик все все хорошо обжарилось отправляем отправляем томат сюда отправляем подготовленную столовую ложку томата сюда все это на сильном огне перезарим 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 минутки две-три мы это пережарим и отправим сюда уже картофель с открытой крышкой заметьте все это мы делаем все мы делаем с открытой крышкой так немножко обжарится отправим картофель ну вот как видите наша зажарочка так назовем ее для жаркова уже хорошая вся симпатичная посоленная сейчас мы сюда отправим картофель зальем зальем я люблю когда газ брызнула зальем водичкой оставшуюся подготовленной вот наш картофель мы сюда отправляем аккуратненько все делаем на крайнем мире стараемся перемешаем уже видите жаркой наша приобретает такой красивый вид красивый вид теперь нам остается нашему мяску потушиться сейчас мы сюда отправим что у нас остались лаврушечка с перчиком горошком и выливаем оставшуюся водичку смотрите чтобы ее много не было 200 миллилитров мы отправили к мясу и теперь вот не путаем с картофелем деревенским я готовила картофель деревенский немножко по-другому там побольше жидкости и без томата все накрываемся будет кухня на месте картофель алло не выключила кто-то позвонит звонок нам помешал ну вот я еще раз хочу повториться это видите да не путаем с деревенским картофелем там немножко по-другому блюдо и вкус совсем другой будет брызнула вытираем сразу не нужна нам плита грязная все и минут тридцать на тихом огне под крышкой теперь уже все это будет тушиться в нашем казанке готово будет проверим посмотрим так лишнее выключаем ну что ж наше жаркое готово вот грибочки свои подала с огурчиком лук лук порезали такие вот грибочки у меня красивенькие вкусненькие с луком и жаркое наше вот такое всем приятного аппетита готовьте вместе с нами пока пока ну вот наше блюдо готово жаркое по-домашнему очень аппетитное очень ароматное вкусное подаю я его с грибочками со своими собственного посола огурчики ужин готов остается заварить свежий крепкий чаек всем приятного аппетита готовьте с нами готовьте вместе с нами оценивайте наши рецепты подписывайтесь на наш канал всем всего доброго пока пока